Инсульт — это крайне неприятная болячка, связанная с тем, что в мозге умирает некоторое количество клеток. Может это произойти или из-за того, что тромб, то есть сгусток крови, который закрывает сосуд, который кровоснабжает определенный участок мозга, или в определенный участок мозга изливается кровь. Клинически это проявляется внезапным развитием неврологической симптоматики, которая может быть абсолютно разной от головной боли и головокружения до внезапной утраты движений в той или иной стороне тела, в руке или ноге. Неприятность данного заболевания обусловлена несколькими факторами. Первое — то, что это очень часто. Если мы сейчас посмотрим на часы, то в нашей стране каждую минуту приключаются инсульты. Пока мы будем обсуждать эту тему, как минимум 15 человек в нашей стране посетит это заболевание. Это первая неприятность. Вторая неприятность в связи с тем, что это заболевание, при котором страдает нервная система, и страдает нервная система в большинстве случаев необратимо, то инсульт ассоциирован с очень высокими показателями смертности. В идеальной стране в идеальное время умирает каждый десятый, в неидеальной стране эта цифра существенно выше, несмотря на весь объем знаний и умений, которыми обладаем на сегодняшний момент в отношении его лечения. И третья неприятность связана с тем, что все, что выживает имеет последствия перенесенной сосудистой катастрофы, которая проявляется в виде той или иной степени ограничения жизнедеятельности, условно говоря, инвалидизации. Это третья неприятность. Учитывая все вышесказанное, инсульт в последнее время является темой для исследований многих-многих-многих ученых. Мы все пытаемся сделать жизнь наших пациентов лучше, последствия минимальными, по возможности нивелировать хоть какие-то неврологические нарушения, и тем более стараемся предотвратить самые неприятные исходы и предотвратить повторный инсульт, вероятность которого достаточно высока. Теперь поговорим о мифах. Миф номер один — терминологический. Назовем его терминологическим мифом. Связан он с тем, что заболевание достаточно частое. Многие люди читают интернет, и не только разные источники информации в отношении этого заболевания. Появляется много слов. Прединсультное состояние, микроинсульт и так далее. Ничего этого не существует. Есть инсульт и все. Соответственно, никаких прединсультных состояний, никаких микроинсультов — ничего. Есть инсульт. Другое дело, что наука не стоит на месте. Если раньше было одно определение инсульта, то сейчас инсульт имеет достаточно жесткие определения, которые базируются, с одной стороны, на клинической картине, то есть внезапное развитие неврологической симптоматики у пациента, который имеет факторы риска инсульта. С другой стороны, должно быть обязательное подтверждение того, что в мозге что-то произошло с использованием методов лучевой диагностики либо компьютерной томографии, либо магниторезонансной томографии. Если есть одновременно оба этих факта, то есть внезапное развитие симптоматики плюс специфические изменения на КТ или МРТ, мы имеем полное право говорить об инсульте. В случае, если есть только клиническая картина специфическая для инсульта, но симптоматика достаточно быстро регрессировала, то есть прошла, на КТ или МРТ мы не видим ничего, мы говорим о транзиторной ишемической атаке. Это второй вариант. Третий вариант. Не было никакой клинической симптоматики, но не знаю, по какой-то причине пациент сделал МРТ и увидел характерные изменения при МРТ, свойственные инсульту. Это называется немым инсультом. Это особенности перевода. На английском это звучит silent, инфаршн, например. Это немой инсульт. Вот три варианта. Все остальное — это домысл. Миф номер два. Миф номер два связан с тем, что у каждого инсульта есть свои причины. Инсульт не может быть от эмоций, инсульт не может быть от усталости, инсульт не может быть от какого-то переутомления, еще от каких-то сверхъестественных причин. У инсульта всегда есть причина. Одна из целей лечения инсульта — это поиск этой причины для того, чтобы в будущем ее устранить. Переходя к тем причинам, которые вызывают инсульт, следует отметить, что инсульты принципиально делятся на две большие группы. Первая группа — это инсульты, которые вызываются закупоркой сосуда тромбом, после чего нервные клетки умирают. Такие инсульты называются ишемическими. Вторая группа инсультов — инсульты, которые развиваются вследствие того, что сосуды, кровоснабжающие головной мозг, лопаются по той или иной причине. В среднем по статистике на четыре ишемических инсульта приходится один геморрагический инсульт. Это мировая статистика, она такая же в нашей стране, как во всем мире. Другое дело, что причины и ишемических, и геморрагических инсультов немного разные. Если мы говорим о геморрагических инсультах, глобально говоря, причины две. Это артериальная гипертензия, то есть повышенное давление, что приводит к тому, что сосудистая стенка разрывается при очередном повышении артериального давления. Или имеется врожденная предрасположенность к тому, что сосудистая стенка слабая, и развиваются те или иные врожденные аномалии развития сосудистой стенки, аневризмы или артериовенозной мальформации. Суть всех этих слов заключается в том, что сосудистая стенка неполноценна, и даже при нормальном артериальном давлении она может в какой-то момент лопнуть. Это причины геморрагических инсультов. В отношении ишемических инсультов причин существенно больше. Самая частая причина — это тромб, образовавшийся в сердце. В сердце тромб просто так не образуется. Тоже должна быть какая-то причина самой злой, самой агрессивной формой патологии сердца, которая способствует тромбообразованию внутри полостей сердца — это фибрилляция предсердия делимерцательной аритмии. Состояние, при котором предсердия сокращаются своей частотой, желудочки сокращаются своей частотой. Из-за асинхронности сокращения предсердия желудочков в предсердии может образоваться тромб, который при очередном сокращении сердца током крови оказывается в сосудах головного мозга. Это, наверное, самая частая причина ишемических инсультов — фибрилляция предсердия. На втором месте стоит атеросклероз, то есть отложение холестерина и его производных в сосудистой стенке, во внутренней сонной артерии, в позвоночных артериях, то есть в тех артериях, которые кровоснабжают головной мозг. В определенной ситуации атеросклеротическая бляшка может разрушиться, нарушится ее целостность, и на месте атеросклеротической бляшки образуется тромб, который током крови дислоцируется в более мелкие сосуды, кровоснабжающие головной мозг. Третья большая группа причин ишемического инсульта — это артериальная гипертензия. Но если в случае кровоизлияния в мозг сосуд лопается, то в случае ишемического инсульта сосуд не лопается, а он изменяет свой диаметр в ответ на длительное повышение артериального давления. Сосудистая стенка пытается сопротивляться этому. Внутренняя мышечная выстелка накапливается, накапливается, накапливается. Можно провести аналогию с любыми физическими упражнениями. Когда мы пытаемся работать с мышечной массой, мы даем нагрузку на руку, на ногу и так далее. То же самое, независимо от пациента, у гипертоника происходит с мышечной оболочкой сосудов, кровоснабжающих головной мозг. Все это происходит до той поры, пока мышечная стенка полностью не перекроет просвет маленького сосуда, и образуется маленький лакунарный инфаркт головного мозга, характерный для артериальной гипертензии. Это третья большая причина ишемических инсультов. Их причин достаточно много, но все остальные не то чтобы казуистические. Они имеют право на жизнь, но если брать выборку из 100 пациентов, то у 90 пациентов инсульт случается в результате трех выше перечисленных причин. Следующее, что нужно знать об инсульте, это то, что инсульт можно эффективно лечить в очень ограниченном временном периоде. Неважно какой инсульт, ишемический или геморрагический, для эффективной помощи пациенту требуется очень мало времени. Миф номер три, который, к сожалению, свойственен и пациентам в нашей стране, и пациентам во всем мире, то что если у человека что-то происходит, что выходит за рамки нормального функционирования его как организма, он считает, что, наверное, я там устал, переутомился, отсидел ногу, отлежал руку, я еще немножечко отдохну и все это пройдет. Это категорически неправильно и поэтому есть некое правило. Это правило мы пытаемся транслировать путем социальной рекламы. В образовательном процессе начиная со школьной скамьи, это правило мы все должны знать. Этим правилом я и заключу короткое сообщение. Это правило на английском называется FAST. F от слова Face, если неожиданно развилась асимметрия лица, в большинстве ситуаций это проявляется, когда пациента просят улыбнуться, одна половина лицевой мускулатуры отстает от другой, улыбка становится кривой. F – Face. A – Arm, рука. Пациента просит вытянуть руку, руки перед собой. Если одна из рук начинает опускаться или он просто пациент не может поднять руку, значит что-то не то с движением в руке. На самом деле более корректным будет попросить пациента показать фигу, потому что это более сложный двигательный акт и не все могут понять, что нужно. У некоторых могут быть проблемы с плечевым суставом, дегенеративные изменения шейного отдела. Чтобы не вызывать какие-то сомнения ни у пациента, ни у докторов скорой помощи, проще попросить фигу показать. Если пациент может показать фигу, то, наверное, все хорошо у него с движением. Если нет, скорее всего, что-то не так. A – Arm, рука. S – Speech, речь. Пациента просят назвать своими фамилиями или произнести какую-нибудь простую фразу, если речь замедленная, если пациент не понимает обращенные к нему просьбы, информация или в ответ на какой-то простой вопрос начинает нести чепуху. Скорее всего, какие-то проблемы с речью. Т – это time, время, если один из трех вышеперечисленных симптомов выявляется. Не нужно ждать ни минуты, нужно звонить 112 или иной номер скоропомощной службы, которая сделает то, что она должна сделать, а именно госпитализировать пациента в то место, где умеют лечить инсульт.